Сегодня вы узнаете о фронтовой судьбе одной из лучших боевых машин Второй мировой войны истребителя Як-1. Напомним, что к 22 июня 1941 года в приграничных округах самолетов нового типа было крайне мало. Переобучение летного состава на Як-и, МиГе и Лаге только начиналось. Первые дни немецкого вторжения едва не стали роковыми для советских ВВС и серьезно повлияли на ход начального периода войны. Некоторая часть Яков-1 была уничтожена на земле при массированном ударе Люфтваффе по советским приграничным аэродромам. Некоторое пришлось уничтожить самим при отступлении из-за того, что не было времени на ремонт или некому было их перегонять. Оставшиеся в полках самолеты были выбиты в неравных воздушных боях в первый же месяц войны. Несмотря на внезапность удара, немецкой авиации в первые дни войны тоже был нанесен серьезный урон. По немецким источникам с 22 июня по 14 июля 1941 года Люфтваффе лишились почти 1300 самолетов всех типов. Однако превосходство в воздухе оставалось на стороне врага. В начале войны в среднем каждый седьмой советский летчик погибал при первом же боевом вылете. Проблемы нашей авиации заключались не только в устаревшем самолетном парке, слабой пилотажной и стрелковой подготовке сталинских «Соколов». Оперативные и тактические принципы использования истребителей, рассчитанные на применение больших групп тихоходных бипланов, безнадежно устарели. Советские самолеты, не оборудованные в тот период радиостанциями, летали звеньями по три машины. Командир звена, ведущий, в боевых условиях не мог руководить сразу двумя ведомыми. Из-за отсутствия радиосвязи, управления звеньями и быстрая корректировка боевой задачи с наземных командных пунктов, также были невозможны. Немецкие пилоты еще со времен Гражданской войны в Испании использовали тактику боя парой – ведущий и ведомый. Все истребители Люфтваффе были оснащены радиостанциями, а потому более свободны в маневре, оперативны и управляемы. Но полное господство в воздухе, которого немцы добились в начале войны, имело и объективные причины. К 22 июня в пяти западных военных округах было только 304 истребителя новых типов. При этом большинство из них находилось недалеко от Москвы, в составе войск противовоздушной обороны. Этот факт объясняется тем, что летчики-истребители ПВО имели лучшую подготовку и больший опыт, чем их коллеги из фронтовой авиации. Первый налет на советскую столицу бомбардировочные эскадры Люфтваффе совершили ровно через месяц после начала вторжения, в ночь с 21 на 22 июля. Именно в московском небе яки одержали свои первые победы. Бомбардировщики противника были тогда главной целью советских истребителей. И летчики выжимали из своих машин все, чтобы не дать врагу сбросить бомбы на Москву. Несмотря на изящный вид, як один оказался прочной и надежной машиной. Об этом свидетельствует тот факт, что первый таран в подмосковном небе был совершен именно на Як-1. Лейтенант Гашко таранил своей машиной вражеского разведчика, на котором находился полковник немецкого генштаба с важными оперативными документами. Гашко Степан Семенович, старший летчик 11-го истребительного авиационного полка. Родился в 1917 году в Реческом районе Гомельской области, Белорус. Окончил военную авиационную школу пилотов. В начале войны служил в 6-м истребительном авиационном корпусе московской зоны ПВО. 2 июля 1941 года вылетел на Як-1 на перехват немецкого разведчика. В воздухе обнаружил Хенкель-111, направляющийся в сторону Ржева. Настигнув противника, Гашко пошел в атаку, нажал на гашетку, но оружие отказало. Чтобы не упустить врага, решил таранить его. Набрав высоту, Гашко бросил свой самолет сверху на Хенкель и винтом отрубил ему хвостовое оперение. С поврежденным винтом произвел посадку на ближайшем аэродроме. После замены винта вновь стал летать на этом самолете. За свой подвиг награжден Орденом Ленина. В дальнейшем Степан Гашко воевал на Волховском и Прибалтийском фронтах. Награжден Орденами Ленина Красного Знамени Отечественной войны 2-й степени. После войны майор запаса Гашко жил в городе Речица Гомельской области. Всего бомбардировщики Люфтваффе совершили 134 воздушных налета на Москву. Они изменяли тактику нападения. Прорывались группами с разных направлений высот, шли под прикрытием истребителей. Но результат всегда был один. Летчики ПВО своевременно перехватывали врага и уничтожали его. За лето и осень 1941 года в подмосковном небе было сбито более тысячи самолетов противника. Летом и осенью 1942 года на Дану и Волге в районе Сталинграда развернулась крупнейшая битва Второй мировой войны. Более ожесточенных боев история еще не знала. Однако война шла не только на земле. В небе развернуло сражение столь же эпических масштабов. Противоборствующие стороны прекрасно понимали, что господство в воздухе во многом определит успехи сухопутных войск. Чтобы понять, насколько интенсивно принимали участие в этих боях истребители Як-1, приведем всего лишь один пример. В июне-июле 1942 года за три недели боев 434-й истребительный авиаполк майора Клещева, на вооружении которого находилось 30 самолетов Як-1, совершил более 800 самолетовылетов, сбив при этом 35 вражеских машин. В этих воздушных боях потери полка составили 20 истребителей. Для того периода войны очень результативные показатели. Во многом это объяснялось тем, что Яки на равных боролись с БФ-109, самой распространенной тогда модификацией F-4. И все-таки положение в сталинградском небе складывалось не в нашу пользу. Опытных летчиков не хватало. За штурвалами истребителей зачастую сидели мальчишки, которые прошли трехмесячный курс обучения и налетали на боевых машинах не больше полутора-двух часов. В то же время обычные выпускники немецких яхт Флегершуле истребительных авиашкол имели налет около 300 часов. Более того, в 42-м на юге Советско-Германского фронта воевали лучшие истребительные части Люфтваффе из яхт Гешвадеров 3, 52, 53 и 77. Эскадра. Соединение Люфтваффе, примерно соответствующее советской авиадивизии. Эскадры Люфтваффе были специализированными. Истребительные, бомбардировочные, штурмовые, ночных и тяжелых истребителей, транспортные и другие. Эскадр состоял из групп, каждая из которых включала несколько эскадрилей. В среднем в составе эскадры было от 100 до 120 самолетов. В ожесточенных схватках над Волгой и Доном советская авиация несла большие потери. В этих условиях Як-1 стал своеобразной палочкой-выручалочкой. Простота пилотирования машины позволяла быстро вводить в строй молодежь. А в руках опытных пилотов этот истребитель был эффективным оружием. Он успешно противостоял БФ-109, потому что в воздушном бою техническое превосходство машины не играет решающей роли. На первый план выходит то, что называют человеческим фактором. Это и военная хитрость, и тактический замысел, и внезапность, и дерзость атак, которые, несомненно, выравнивали шансы на победу. Наши летчики умело использовали преимущество машины при горизонтальном маневре в лобовых атаках. Для затруднения вертикальных маневров заманивали вражеские истребители в облака, втягивали в затяжную карусель и атаковали с разных высот и направлений, пользуясь тем, что в подобной ситуации обзор у немецких пилотов был ограничен. Чтобы уравнять силы в составе Советской 16-й воздушной армии были созданы специальные полки, укомплектованные опытнейшими пилотами, в том числе летчиками-испытателями. На истребителях Як-1 сражались такие прославленные асы, как Иван Клещев, Амет Хан Султан, Лев Шестаков, Алексей Алелюхин и Георгий Кузьмин, который воевал без обеих ног. В боях под Сталинградом переломов противостояний наших пилотов и летчиков Люфтваффе еще не произошло. Летом 1942 года на фронте появились новые немецкие истребители Фоке-Вульф-190А и БФ-109Г. Массовые модификации истребителей БФ-109 и Фоке-Вульф-190 имели индексы, которые широко использовались в разговорной речи и даже получили официальное признание. БФ-109Е – Эмиль, БФ-109Ф – Фридрих, БФ-109Г – Густав, БФ-109К – Куршюрст, Фоке-Вульф-190А – Антон. Густав, имевший лучшую бронезащиту и пять точек вооружения, немцы стали охотнее применять для лобовых атак, стараясь взять Як в клещи. Но дальнейшая модернизация 109-го увеличила его полетный вес, из-за чего ухудшилась маневренность. Это быстро выяснилось, и по мнению фронтовых летчиков, вести бой с Густавом стало проще, чем с Фридрихом. Фоке-Вульф-190 тоже не являлся непревзойденным истребителем. Як-1 свободно вел с ним бои как на вертикалях, где имел наибольшее преимущество, так и на горизонталях. Фокера не спасало даже хорошее бронирование. 190-е все чаще становились жертвами Як-1, и поэтому немцы старались применять их только в группе с мессерами. Несмотря на тяжелые потери наших истребительных частей в 1942 году, основная задача, не дать бомбардировочной авиации врага безнаказанно наносить удары по обороняющейся пехоте, была выполнена. Когда же 6-я немецкая армия попала в окружение под Сталинградом, советские истребки сорвали все попытки Люфтваффе по организации воздушного моста для снабжения блокированных соединений. Як-1 можно смело назвать истребителем, на котором мы добились перелома в войне. Он стал золотой серединой, оптимальным компромиссом между требованиями современной войны, возможностями авиапромышленности и базовым уровнем подготовки советских летчиков. Як-1 имел самую продолжительную боевую биографию среди истребителей Великой Отечественной войны. Эта машина находилась на вооружении советской армии до 1947 года. Успех был развит в других моделях КБ Яковлева. Рассказ об этом мы продолжим в следующих фильмах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова